Удачный эксперимент. Энергетики Нюрбинского горнообогатительного комбината продолжают внедрять передовые технологии. Два года назад одно из дизельных котельных поселка Накын решили перевести на нефтяное топливо. Сейчас подводят первые итоги эксперимента. Какой оказалась экономическая эффективность проекта, расскажет Руслан Фаткулин. В 2014 году по инициативе первого заместителя, исполнительного директора Игоря Соболева, в качестве эксперимента было предложено перевести одну из котельных Накынской площадки на нефтяное топливо. Уже в декабре 2015 главный теплообъект вахтового поселка заработал на новом оборудовании. 9 месяцев испытаний показали, эксперимент более чем удачный. В принципе, удельный вес, так сказать, на выработку гигакалорий горения сырой нефти и дистоплива, он примерно одинаков. То есть объем один и тот же практически, но цена в два раза на сырую нефть, конечно же, ниже. Поэтому это позволило нам сэкономить в пределах 22 миллионов рублей только на котельный вахтового поселка. Чтобы получить результат, теплоэнергетикам пришлось переоборудовать котельную, установить специальные горелки и отрегулировать систему подачи топлива. После 9 месяцев работы оборудование остановили и осмотрели. Результат впечатлил. Вскрытие показало, что на самом деле на сегодняшний момент технологически все эти горелки работают стабильно, выбросов вредных в атмосферу нет, никаких технологических нарушений тоже в работе нет, сгорание идет полностью, никаких налета, ничего. И это позволяет нам, так сказать, сегодня опять дальше продолжать работать. Продолжить работу решили уже в этом году, а именно сделать такую же модернизацию вспомогательной и котельной подрядной организации УНТС, расположенных там же, в Накыне. Но в первую очередь планируется перевести на нефтяное топливо один из самых прожорливых дизельных объектов площадки. У нас есть электрическая дизельная станция «Версила», которую в будущем планируется тоже перевести на потребление нефтяного топлива, потому как она является одним из больших потребителей дизельного топлива. И в случае успешного перевода мы значительно сократим затраты на производство электрической энергии. Конечный итог от всей работы – снижение себестоимости обогрева объектов Накына и, как следствие, снижение затрат на добычу алмазов.